Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале YouCanol. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю поговорить о такой очень интересной теме, как комбинировать метод Вимхофа, Вимхоф дыхания и закаливания. Те, кто у меня первый раз на канале, я уже сейчас открываю 9 сезон моржевания, то есть 9 лет, 9 год я уже занимаюсь зимним плаванием. И уже практически год практикую метод Вимхофа, то есть Вимхоф дыхания. Но смотрите, есть огромные, огромные нюансы, как нужно комбинировать Вимхоф дыхания и закаливания. Смотрите, друзья, реально подтверждено документально, действительно погибли люди, которые пытались повторить метод Вимхофа, используя его в условиях, когда рядом, допустим, холодная вода. То есть они пытались закаливаться, залазить в ледяную воду, совмещая это все с методом Вимхоф, с его дыханием. И они погибли. То есть это очень серьезная такая тема, я решил ее все-таки затронуть и еще раз об этом сказать. Хотя я записывал уже 2 видео на тему Вимхоф метода, где показал все научные исследования, которые были проведены, и которые подтверждают, что этот метод правда работает, это правда действительно фиктивная методика. И под теми видео, они будут в конце этого видео, видео конечных составок, вы сможете пройти на те видео, если вам интересно больше, как этот метод работает, пройти, посмотреть их и разобраться лучше в механизме, как на организм это работает, физиология, то есть как это вообще устроено, как это работает. Проходите, посмотрите. Там все исследования, и я очень глубоко копал, разбирался в этой теме, чтобы понять, как это работает механизм, мне было интересно. Так вот, давайте я вам расскажу свое видение, как нужно комбинировать Вимхоф дыхание и закаливание. Итак, что же важно понимать? Смотрите, друзья, в основе Вимхоф дыхания находится гипервентиляция легких. Гипервентиляция легких – это вполне себе медицинский термин, который означает определенные последствия для организма, когда вы делаете, да, вот долго дышите. То есть, когда вы дышите, допустим, больше минуты, да, если больше минуты, вы глубоко дышите, то происходит гипервентиляция легких, которая приводит к гиппокапнии. Гиппокапния, в свою очередь, это, во-первых, защелачивание организма идет сильно. Будьте, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Итак, когда происходит вот такое защелачивание организма, когда происходит гиппокапния, в результате гипервентиляции легких, сейчас внимательно послушайте, потому что под другими видео задавали вопросы, и люди путаются. Когда вы много дышите, вы снижаете количество СО2 в крови. То есть СО2 это углекислота. Если углекислоты в крови мало, то сосуды сужаются. Очень важно понимать этот механизм. Идет спазм сосудов. Это рефлекторная реакция, когда организм пытается противодействовать вот этому защелачиванию. Это один из механизмов повлиять на это у организма. Так вот этот спазм сосудов приводит к тому, что у вас происходит на периферии, на конечностях спазма. То есть это руки, ноги в первую очередь. Может снижаться давление еще от этого. Но вот самое главное понять, что происходит спазм из-за того, что углекислота падает. Смотрите, когда углекислота накапливается в организме, сосуды расширяются. Нужно понять, как это работает. Но теперь смотрите. В определенный момент, когда, допустим, у вас сосуды сужаются резко, допустим, после гипервентиляции или же вы воду заходите холодную, то давление в какой-то момент может подскочить из-за того, что сосуды сузились. То есть меньше диаметр сосуда, соответственно, конечно, давление станет выше. Но потом у многих происходит как раз таки снижение давления. Но сейчас не о давлении. Сейчас именно поймите, что низкая углекислота приводит к сужению сосудов. Если углекислота повышается, то сосуды расширяются. Теперь отсюда сразу же делайте вывод. Смотрите, друзья, когда вы заходите в ледяную воду. Сегодня я буду купаться, будет не сильно ледяная. Я открываю сезон. Это октябрь. Третье у нас сегодня. Третье октября у нас сегодня. И вода 10 градусов где-то. То есть я обычно начинаю когда 5. Ну, сегодня 10. Решил пораньше сезон начать. Обычно я покупаюсь ниже 5. Прекрасная погода. Сегодня открыт сезон. Хочу открыть его. Так вот смотрите. Когда я захожу в воду, допустим, но когда идет шоковое охлаждение, 10 это уже довольно холодно. Вода считается меньше 15. Это уже в принципе серьезная такая холодная вода. Так вот, идет шоковое охлаждение. Идет тоже сужение сосудов. Другими словами, если вы сделаете Вимхофф дыхание перед тем, как будете лезть в воду, допустим, вот за полчаса, за 15 минут, за час. Этот эффект может длиться долго. То может получиться такая ситуация, что вы зайдете в ледяную воду уже в стрессе. То есть у вас уже выделился адреналин после Вимхофф метода, у вас уже сузили сосуды из-за того, что углекислота упала в результате гиппокапнии, гипервентиляции легких. А вы еще идете в воду ледяную. И после этого, когда вы в ледяную воду заходите, еще больше сужаете сосуды, еще больше как бы уже в стрессе зашли в воду. То есть организм уже не будет так нормально реагировать. Другими словами, вам будет более холодно в воде. Вы, скорее всего, если это прям очень холодная вода была и очень низкая температура, дальше расскажу на конкретном моем примере, когда я так сделал, сделал такую ошибку. То у вас могут просто начинать замерзать конечности очень сильно, потому что слишком сильное воздействие идет на сосуды, слишком сильное сужение сосудов. Так не должно быть. Другими словами, это и может привести к таким проблемам, как вы можете просто, например, не знаю, в воде там что-то с вами может произойти, сознание потерять, еще что-нибудь. Тем более никогда не нужно это все объединять, ни в коем случае не стоять в ледяной воде и не пытаться заниматься гипервентиляцией. То есть это вообще исключите полностью, это реально опасно для жизни, реально погибли два человека, которые что-то подобное пытались повторить. Поэтому видео очень важное и внимательно, его нужно осознанно подумать об этом. И если вы не верите мне, зайдите на другие мои видео, почитайте все ссылки на исследования, которые я там давал. Под этим видео будет только мой опыт, мое личное мнение, мое практическое, скажем так, применение этого метода и как я его использую. Теперь смотрите, друзья, чтобы видео не затягивать, да, в прошлом году я впервые покупался при температуре минус 17 воздуха и еще довольно сильном ветре. Если вы помните, прошлой зимой были арктические холода, было реально очень холодно. До этого где-то купался минус 6, минус 7, сама низкая температура. Ну просто в Киеве не так уж холодно, минус 7 это довольно редкая температура. Вот так как я живу в Киеве, уже 9-й год этим занимаюсь. Смотрите, когда я зашел в воду при минус 17, вода там была как обычно около 0, то есть она там не сильно отличается. Все нормально, то есть я знаю свой организм и для меня минус 7 и минус 17 на самом деле не сильно отличаются по воздуху. Но что я сделал? За час до этого купания, за час до этого купания я делал Вимхофф метод, Вимхофф дыхание, да, дом делал. И через полтора часа, наверное, я пришел только на прорубь, купался, да, это на крещение было, когда ударили эти крещенские морозы. То после того, как я вышел с воды, хоть я ей там 9 лет уже занимался, 8 лет в том году, да, то у меня руки и ноги настолько бы замерзли. То есть, понимаете, они не замерзли, они как будто бы спазмированы были. И туда реально, они просто кровь уже не поступала. И вот у других ребят, которые не делали этот метод, у них тоже ноги восстанавливались пару недель, то есть пальцы, прям кончики пальцев восстанавливались после этого. Потому что мы, когда вышли с воды, мы не могли сразу одеться, была очень большая толпа людей, и мы долго как бы шли к своим вещам. Пока мы дошли, пока мы оделись, это прошло время, а надо делать все очень быстро. Я не буду рассказывать, как правильно закаливаться, об этом у меня есть в других видео. То есть, зашел, вышел, все быстро должно произойти, одеться, раздеться, это все быстро. Чуть-чуть небольшая заминка, и когда мы уже одевались, лично у меня, я уже рук не чувствовал. А ноги настолько тогда переходились, что я с ними еще месяц ходил, и я думал, у меня просто начнутся какие-то проблемы с пальцами на ногах. Я долго думал, как-то почему такое произошло. Я точно знаю, что я когда закаливаюсь, даже минус 7, минус что-то, там минус 8, минус 7, где-то самая нижняя температура, что было. Никогда такого у меня не бывает. Ни руки не мерзнут, ни ноги, ничего. Нет таких эффектов. Но в тот раз что-то пошло не так. Я думал, что ж такое пошло не так. А я начал практиковать тогда Вимхов дыхание. И вот за час, за полтора я сделал его, и пошел купаться в прорубь. Так делать не нужно, друзья. Как же нужно делать? Как вы можете комбинировать этот метод? Я делаю таким образом. Вы можете зайти в воду, да, холодное обливание, допустим, не обливание, а именно воздействие холодом отрезка, да, как я люблю. В открытом водоеме, там озеро, море, река, неважно. Вы заходите, сделали свое закаливание, вышли, более-менее начинаете согреваться уже, вам станет тепло, потом вы конкретно согреетесь полностью. И можете после этого, когда вот уже почувствуете, что курок как будто бы возвращается, да, в конечности, то есть руки уже такие становятся теплые, да, ноги нормально тоже, да. Вот в этот момент вы можете, если хотите, на воздухе сделать еще Вимхов дыхание, то есть после, ни в коем случае не до. Лучше как бы вообще, наверное, даже делать в другой день, на самом деле. Лучше делать перерывы и в другой день это делать, вообще, было бы идеально. Но если хотите объединить, вот как я сегодня хочу, потому что очень классная погода, я хочу на улице просто, я в лесу нахожу, сосновом лесу, здесь хочется просто дышать, да, глубоко. Поэтому я хочу сегодня объединить, вот я делаю таким образом, после того, как я вышел с воды, это, я знаю, пройдет где-то примерно, там, минут 20, там, не знаю, можете чайок попить даже какой-нибудь еще там. И можете потом сделать этот метод, и это будет очень-очень круто для вашего организма. Это будет омолаживание, это, если у вас есть какие-то проблемы, автоиммунные заболевания какие-нибудь, там, например, там, артриты, артрозы, что-то такое, когда иммунитет сам бьет по своему организму, да, по суставам, по конечностям в основном. То есть вот это все практически можно излечить, используя закаливание, используя Вимхов метод. Это реально работа, друзья. Это не просто мои какие-то мысли, это научно доказыванные статьи есть, исследования, это доказательная медицина, которой я сторонник. Поэтому на этом все. Видео постарался сделать коротким. Есть какие-то вопросы под этим видео, задавайте мне. Дальше, кому интересно, можете посмотреть, как я буду сегодня открывать сезон. Постараюсь тоже коротко в конце видео вам вставить. Все, пока, спасибо, что со мной, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok